Уберите, вот так. Глоб от полиции, дуэтец, я не могу. Да. Мы пришли сюда, чтобы людям возвестить о великой радости, что Иисус Христос умер и воскрес для нашего оправдания. Мы все это имеем из священной книги, святой Библии. Потому что вот здесь вот, сейчас рулетка, это место разврата. Вот у вас крестик, а там изображен Христос или нет его там? Естественно изображен, дуэтец. Ну вот видите как. Слава Богу. Тут половина мужики голая валяется, женщин еще попало делает трясут. Мужики занимаются такой гнусностью. Процентов 85 мусульман. И мы им рассказываем о Христе, о вечности. Чтобы Христос для них тоже был спасителем. Вы если желаете больше узнать, знаете, там ничего не видать. Вы, нет, вы два слова запишите себе. Игнатий Лапкин, это я. Игнатий Лапкин, вы меня найдете по скайпу. Ничего не видно. Спаси и сохрани написано на кольце. Повторите. Повторите еще что раз. На кольце написано спаси и сохрани. Еще все равно не понял. Ладно. Говорю спаси и сохрани. Написано на кольце. Имея крестик, нужно служить тому, кто на нем изображен. А если этого нету, то вера пустая, вера без дел мертва. Надо ходить в церковь, ходить на исповедь. Если священник допустит, причащаться. Жить, а не просто играть в это. Многие говорят, а я крещен. А сам сидит, курит. Какой же ты крещен, а самоубийца. Не сижу, не курию. Так. Ну ладно, если я потребуюсь вам, вы меня найдете. Я вам сказал. Вопросов нету? Вопросы о душе, о вечности, о будущем? Вопросы есть. Ну давайте, говорите. Вы делитесь или продвигаете? Что-то так как-то не ясно у вас. Звук как-то, интернет, наверное. Потихоньку, по слогам буквально, скажите. Интернет? Это не православная вещь. Я знаю. И тем не менее вы здесь сидите? Так у меня свои ресурсы. В ютубе у меня канал, на котором 17 300 роликов наших. Ну это, конечно... 43 миллиона просмотров. Это хорошо. Это хорошо. У нас большой сайт. Я к тому, что вы религию продвигаете или внушаете? Видите как? Вы как говорите, как обкуренный. Что с вами так? Как-то говорите, речь несвязная такая. Лучше вы в другое время ко мне зайдите. Давайте простимся лучше. У вас и глаза закатываются. У нас-то, видите, потрезвольте все. Все, с Богом пока. С Богом. Тихо-то, уберите. Вот так. Голос, молиться, Твой Отец. Я не могу. Да. Мы пришли сюда, чтобы людям возместить о великой радости, что Иисус Христос умер и воскрес для нашего оправдания. Мы все это имеем из священной книги, Святой Библии. Потому что вот здесь вот щадрулетка – это место разврата. Вот у вас крестик. А там изображен Христос или нет его там? Естественно изображен, Отец. Ну вот видите как. Слава Богу. Тут половина мужики голые валяются. Женщины еще попало делают трясут. Мужики занимаются такой гнусностью. Процентов 85 мусульман. И мы им рассказываем о Христе, о вечности. Чтобы Христос для них тоже был Спасителем. Вы если желаете больше узнать, знайте, там ничего не видать. Вы два слова запишите себе. Игнатий Лапкин. Это я. Игнатий Лапкин. Вы меня найдете по скайпу. Ничего не видно. Спасить сотворение написано на кольце. Повторите. Повторите еще что раз. На кольце написано «Спаси и сохрани». Еще все равно не понял. Ладно. Говорю «Спаси и сохрани» написано на кольце. Имея крестик, нужно служить тому, кто на нем изображен. А если этого нету, то вера пустая, вера без дел мертва. Надо ходить в церковь, ходить на исповедь. Если священник допустит, причащаться. Жить, а не просто играть в это. Многие говорят, а я крещен, а сам сидит, курит. Какой же ты крещеный самоубийца? Не сижу, не курю. Так. Ну ладно, если я потребуюсь вам, вы меня найдете, я вам сказал. Вопросов нету? Вопросы о душе, о вечности, о будущем? Вопросы есть. Ну давайте, говорите. Вы делитесь или продвигаете? Что-то так как-то не ясно у вас. Звук как-то, интернет, наверное. Потихоньку, по слогам буквально, скажите. Интернет – это не православная вещь. Я знаю. И тем не менее вы здесь сидите. Так у меня свои ресурсы. В Ютубе у меня канал, на котором 17 300 роликов наших. Ну это, конечно... 43 миллиона просмотров. Это хорошо. Это хорошо. У нас большой сайт. Я к тому, что вы религию продвигаете или внушаете? Видите как. Вы как говорите, как обкуренный. Что с вами так? Как-то говорите, речь несвязная такая. Лучше вы в другое время ко мне зайдите. Давайте простимся лучше. У вас и глаза закатываются. У нас-то, видите, потрезвости все. Все, с Богом, пока. А, с Богом. И ждет с покаянием, чтобы жили для Бога, не для разврата. Ни один блудник, прелюбодей, старствия Божия не наследует. Участь его будет вместе с сатаной гореть в огне в гиене огненной, где плащ и скрежет зубов. Отец! Только не ругаться, чтобы. Не ругаться. Тут такое дело, что я мусульманин. Ну и что, что ты мусульманин? Я думаю, вы не обидитесь, что я тебе скажу, что мусульманин тоже человек. Конечно, нет. Нет. Ну и что, что ты мусульманин? Тебе что, позволяется развратничать здесь, по этой книге? Я же не развратничаю. Разрешено наркотики колоть в себя? Нет. Материться? Нет. Вы книгу-то свою читайте, и вы увидите, что вы учите-то более, даже, может быть, за женщинами смотрите, чем у нас священники. Я всегда, например, мусульман ставлю. Мусульман, как одеты. А у нас, вот у нас отдельная церковь зарегистрированная, все женщины надеты два платка, как хиджаб. Платье до полу. И когда тут работают, где, ну, с Туркменией там, они увидят, это наши мусульманки. Мы говорим, это наши христианки. Нет. Они такие довольные, увидели. Ну, наши голоса-то это ходят. Русские-то. У нас, если зайдете на наш YouTube, вы увидите, как у нас люди одеты. Отец. Слушаю. А ты зачем здесь сидишь? А вот, знаете, сигналы подают люди, что умираем. Сатана надел на нас тяжелые обручья. И больные имеют нужду во врачей. И мы пришли сюда, чтобы сказать о Христе Спасителе, что Он взял грехи мира на себя и зовет к покаянию. Ну, отец, тут же сам видишь, неадекватные люди сидят. Тебя же тут не будут слушать. Не будут слушать? Еще как... В этой программе неадекватные люди сидят. Еще как будут слушать. Уже, я могу определенно сказать, около тысячи людей уже послушали. Нашли общий язык, да. Мусульмане, притом много мусульман, которые услышали. Я отвечаю на все вопросы, которые задают. А ты где сидишь это? На стуле сижу. Нет, я знаю, что на стуле. Что за помещение? Ну, мое помещение, комната, где я живу. Ага. Она одна такая комната может на весь Советский Союз. Это не просто комната. Когда я освободился, а меня садили за слово Божие. Пять тюрем у меня за плечами и лагерь. А теперь я реабилитирован и стал требовать вернуть назад. И по государственным расценкам они у меня взяли на 11 миллиардов. Я создал самую крупную в мире фанатеку. Не деньги. А когда 11 лет шел в суд, я его выиграл. Ну, не все там отдали. И рассчитываться нечем. А нашлась судебный исполнитель. Она пришла и говорит, пока Сладкину и Игнатием Тихоновичем не рассчитайтесь, арестовывая все счета, ни один бюджетник не получит. И тогда мне стали предлагать. А я сказал, нам нужен дом, где мы отдельно молимся. У нас церковь будет здесь. И вот мне дали здесь в центре города, центральный район, околоби, красивое место, 13 сотых и два здания. И приехал мэр города. Мэр города не просто мэр, а входит в десятку лучших мэров России. Центральные газеты. И все это засняли. И появилась надпись. Лапкин предпочел храм недвижимости. И мы сразу начали один дом оборудовать под церковь. И поэтому, чтобы каторжнику приехал мэр города и давал, такого никогда не было. Ну, отец, отчет построили? Нет уже церкви-то? Ну, не строили. Готовое здание переоборудовали. Два здания на этой территории. Два. Общая сложность в сложности 226 квадратных метров. Нормально. Служба не все там. Служба идет. У меня брат, родной мой брат, священник. К нам митрополит приезжает. Мы с московской патриотикой близкие очень. Но мы к ним не принадлежим. Мы принадлежим к русской православной церкви за границей. Которая за царем шла. Белоэмигрантская. И от нее зарегистрировали в отдел юстиции. Ну, а сейчас уже произошло как бы объединение. Но мы все еще отдельно пока функционируем. Они приезжают в гости, а над нами власти не имеют. Поэтому у нас нет торговли в храме. Ничего этого нет. А что, на каком ходу лагеря-то были? Судили когда? В 87-м. А? В 87-м судили. На воровском ходу? А реабилитирован 4 января 91-го года. Как политзаключенный. Нас было во всех тюрьмах 210 человек и одновременно всех выпустили. Не, а на каком ходу? Каким понятием придерживался? Ну, это 190-я прим статья. Она гласит так. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественной государственной строй страны. Я им говорю, без Бога ничего не сделают. А они это против. Ну, я еще архипелаг ГУЛАГ издал. Брал репрессию репрессированных интервью. И на Ленина писал стихотворение, что это главный враг, который все разрушил. Ну, и меня в тюрьма поцеловало. Нифига себе ты не часто таких людей встретишь. Я благодарю Бога, потому что там я нужен был. Следователь обратился, принял крещение. Сколько мусульман пришло, которые приняли Христа. Я отбывал среди мусульман, меня туда направили. Город Жанаташ, Жамбульская область и Казахская ССР. Вот я ночью молюсь на коленях. А мне сказали, вчера семь человек уже остановились, с вами рядом молились. А я же не оборачиваюсь. Можно мы с вами молиться будем? Вечером с восьми до десяти в камере я проповедую. Курящий ни один не закурит, а вор в законе, в руке вот все держит. Чтобы никто не курил в это время. Я даю Евангелие тому, кто не курит. Это их три человека на 75. Открывается дверь, охранники с двух этажей стоят, слушают. Это Бог делает. Если вы зайдете на наш ютуб, у нас канал есть. Тебе сколько лет? А? Тебе сколько лет? 81. И ты здесь сидишь в интернете. А как же я для людей стараюсь? Не просто так. Вот если вы зайдете, Игнатий Лапкин, в скайп, я скину наши ресурсы. Вот в ютубе на канале у меня своих 17 300 роликов. Сейчас зайду посмотрю. Так вы запишите, Игнатий Лапкин. Я запомнил. А название это, ютуба, запишите. Канал «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Все понял. Ну-ка, давайте, заведите. Давай. И ждет с покаянием, чтоб жили для Бога, не для разврата. Ни один блудник, прелюбодей, царствие Божие не наследует. Участь его будет вместе с сатаной гореть в огне в гиене огненной, где плащ и скрежет зубов. Отец. Только не ругаться, чтобы. Не ругаться. Тут такое дело, что я мусульманин. Ну и что, что ты мусульманин? Я думаю, вы не обидитесь, что я скажу, что мусульманин тоже человек. Конечно, нет. Нет. Ну и что, что ты мусульманин? Тебе что, позволяется развратничать здесь, по этой книге? Я же не развратничаю. Разрешено наркотики колоть в себя? Нет. Материться? Нет. Нет. Вы книгу-то свою читайте, и вы увидите, что вы учите-то. Более даже, может быть, за женщинами смотрите, чем у нас священники. Я всегда, например, мусульман ставлю. Мусульман как одет. А у нас, вот у нас отдельная церковь зарегистрирована. Все женщины одеты два платка, как хиджаб. Платье до полу. И когда тут работают, где, ну, с Туркменией там, они увидят, это наши мусульманки. Мы говорим, это наши христианки. Нет. Они такие довольные, увидели. Ну, наши голоса-то это ходят. Русские-то. У нас, если зайдете на наш Ютуб, вы увидите, как у нас люди одеты. Отец. Слушаю. А ты зачем здесь сидишь? А вот, знаете, сигналы подают люди, что умираем. Сатана надел на нас тяжелые обручья. И больные имеют нужду во врачей. Мы пришли сюда, чтобы сказать о Христе Спасителе, что Он взял грехи мира на себя и зовет к покаянию. Ну, отец, тут же сам видишь, неадекватные люди сидят. Тебя же тут не будут слушать. Не будут слушать? Еще как... В этой программе неадекватные люди сидят. Еще как будут слушать. Уже, я могу определенно сказать, около тысячи людей уже послушали. Нашли общий язык, да. Мусульмане, притом много мусульман, которые бы услышали. Я отвечаю на все вопросы, которые задают. А ты где сидишь это? На стуле сижу. Нет, я знаю, что на стуле. Что за помещение? Ну, мое помещение, комната, где я живу. А она одна такая комната может на весь Советский Союз. Это не просто комната. Когда я освободился, а меня садили за слово Божие. Пять тюрем у меня за плечами и лагерь. А теперь я реабилитирован и стал требовать вернуть назад. И по государственным расценкам они у меня взяли на 11 миллиардов. Я создал самую крупную в мире фонотеку. Не деньги. А когда 11 лет шел в суд, я его выиграл. Ну, не все там отдали. И рассчитываться нечем. А нашлась судебный исполнитель. Она пришла и говорит, пока Слабкиным и Игнатием Тихоновичем не рассчитайтесь, арестовывая все счета, ни один бюджетник не получит. И тогда мне стали предлагать. А я сказал, нам нужен дом, где мы отдельно молимся. У нас церковь будет здесь. И вот мне дали здесь в центре города, центральный район, Акалаоби, красивое место, 13 сотых и два здания. И приехал мэр города. Мэр города. Не просто мэр, а входит в десятку лучших мэров России. Центральные газеты. И все это засняли. И появилась надпись. Лапкин предпочел храм недвижимости. И мы сразу начали один дом оборудовать под церковь. И поэтому, чтобы к каторжнику приехал мэр города и давал, такого никогда не было. Ну, отец, отчет построили? Нет уже церкви-то? Ну, не строили. Готовое здание переоборудовали. Два здания на этой территории. Два. Общая сложность в сложности 226 квадратных метров. Нормально. Служба и все там. Служба идет. У меня брат, родной мой брат, священник. К нам митрополит приезжает. Мы с московской патриотикой близкие очень. Но мы к ним не принадлежим. Мы принадлежим к русской православной церкви за границей, которая за царем шла, белая эмигрантская. И от нее зарегистрировали в отдел юстиции. Ну, а сейчас уже произошло как бы объединение. Но мы все еще отдельно пока функционируем. Они приезжают в гости, а над нами власти не имеют. Поэтому у нас нет торговли, храма, ничего этого нету. А что, на каком ходу лагеря-то были? Судили когда? В 87-м. В 87-м судили. На воровском ходу? А реабилитирован 4 января 1991 года. Как политзаключенный. Нас было во всех тюрьмах 210 человек и одновременно всех выпустили. На каком ходу? Каким понятием придерживался? Ну, это 190-я прим. статья. Она гласит так. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественной государственной строй страны. Я им говорю, без Бога ничего не сделают. А они это против. Но я еще архипелаг ГУЛАГ издал, брал репрессию репрессированных интервью и на Ленина писал стихотворение, что это главный враг, который все разрушил. Ну, и меня тюрьма поцеловала. Нифига себе ты не часто таких людей встретишь. Я благодарю Бога, потому что там я нужен был. Следователь обратился, принял крещение. Сколько мусульман пришло, которые приняли Христа. Я отбывал среди мусульман, меня туда направили. Город Жанаташ, Жамбульская область и Казахская ССР. Вот я ночью молюсь на коленях, а мне сказали, вчера семь человек уже остановились, с вами рядом молились, а я же не оборачиваюсь. Можно мы с вами молиться будем? Вечером с восьми до десяти в камере я проповедую. Курящий ни один не закурит, а вор в законе, в руке вот все держит, чтобы никто не курил в это время. Я даю Евангелие тому, кто не курит. Это их три человека на семьдесят пять. Открывается дверь, и охранники двух этажей стоят, слушают. Это Бог делает. Если вы зайдете на наш Ютуб, у нас канал есть. Тебе сколько лет? А? Тебе сколько лет? Восемьдесят первый. И ты здесь сидишь в интернете. А как же я для людей стараюсь? Не просто так. Вот если вы зайдете, Игнатий Лапкин, в Скайп, я скину наши ресурсы. Вот в Ютубе на канале у меня своих семнадцать тысяч триста роликов. Сейчас зайду, посмотрю. Так вы запишите «Игнатий Лапкин». Я запомнил. А название Ютуба запишите «Канал «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин». Все понял. А ну-ка, давайте, заведите. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok